Господа, очень многие из нас ошибаются, когда речь заходит об уходе за волосами. Серьезно, многие мужчины моют голову мылами и говорят, что все в порядке. Верно? Нет. В этом видео я расскажу вам о самых частых ошибках и покажу, как их исправить. Первая ошибка – мыться слишком горячей водой. Нахождение под горячей водой слишком долгое время может навредить вашим волосам. Во-первых, горячая вода высушивает кожу, и из-за этого может появиться перхоть. Горячая вода вымывает естественные жиры из кожи, и из-за этого волосы становятся сухими и ломкими. И есть исследования, которые подтверждают, что в долгосрочной перспективе мытье головы горячей водой может спровоцировать выпадение волос, а также седину. Так как быть? Мыться ледяной водой? Нет, просто снести температуру воды. Это примерно 40 градусов. Такой теплый душ не причинит вам никакого вреда. Еще один способ повредить волосы – это когда вы пользуетесь феном для волос, и выставляете максимальный режим, и держите фен слишком близко к волосам. Серьезно, некоторые эти штуки нагреваются до 93 градусов, и это может моментально повредить ваши волосы. И как же использовать фен, чтобы не навредить волосам? Во-первых, используйте его на минимальных настройках и на расстоянии 7-10 сантиметров от головы, так как если сушить волосы ближе, то уже можно повредить их. Вторая ошибка – не использовать кондиционер. Парни, когда вы моете голову шампунем, да, вы смываете грязь, но вместе с этим вы смываете и натуральные масла. Суть кондиционера в том, чтобы напитать ваши волосы нутриентами и увлажнить. Если не использовать кондиционер, то ваши волосы могут стать ломкими, непослушными и тонкими. После того, как вы смыли шампунь, сразу нанесите кондиционер. Затем дайте ему впитаться пару минут. За это время кондиционер как раз наполнит всеми полезными веществами ваши волосы и фолликулы. Затем смойте кондиционер. Прелесть кондиционера в том, что с его помощью волосы проще укладывать. Они становятся послушными и выглядят здоровыми. Пока мы обсуждаем кондиционеры, давайте разберемся, какие есть типы кондиционеров и как выбрать подходящий. Первый вид – это увлажняющие кондиционеры. Это самые популярные. И, как следует из названия, они подходят людям с сухими волосами. Только потому, что увлажняющие кондиционеры, самые популярные на полках, не означает, что вам нужно пойти и взять себе такой. Почему? Потому что надо быть аккуратнее с такими вот ингредиентами. В любом кондиционере и в любом продукте, который вы покупаете. И знаете что? В этом бренде нет таких продуктов. Это Вайтаман. Моя компания, если вы не знали. Поэтому я очень рад показать ее вам. Последний год, если вы не знали, я работал с ними и взял контрольный пакет акций этой компании, потому что мне понравилось, что делают эти ребята. Они используют натуральные ингредиенты и пишут полный состав. Конечно, у Вайтаман есть увлажняющий кондиционер. Но самое главное, что у них есть еще много других продуктов. Если у вас жирные волосы и вам не нужно увлажнение, то у нас есть кондиционеры, которые регулируют выработку масел. Вообще, если у вас жирная голова, то вы должны понимать, что вам нельзя смывать все масла с головы. Иначе ваше тело войдет в кураж и начнет выделять куда больше жира. Поэтому такой кондиционер помогает регулировать количество жира, который находится на волосах. Шампунем вы смываете большую часть жира с волос и наносите кондиционер на кожу волос, чтобы ваше тело не решило начать выделять много жира. У нас также есть кондиционер для объема, также и шампунь для объема. Поэтому, если у вас тонкие волосы, которые плашмей лежат на голове, или вы теряете волосы, то тогда вам подойдет такой продукт. Он придаст силу и объем вашим волосам. Если у вас перхоть и вы не хотите использовать все эти шампуни, которые используют химикаты, тогда взгляните на нашу серию продуктов для кожи головы. После того, как вы помыли голову, вы наносите этот продукт на 10 минут два раза в неделю. Оно глубоко проникает в кожу, и это натуральные ингредиенты. Это избавит вас от перхоти. У нас также есть специальные несмываемые кондиционеры. Кстати, 99% мужчин даже не знают, что такое есть. А женщины уже давно этим пользуются. Надо нанести этот продукт на волосы, оставить на 10 минут. Он проникает глубоко в волосы, делая их объемными и сильными. Очень важно, если у вас волосы длиннее 10 сантиметров, то вы не хотите, чтобы кончики волос начали сечься, чтобы они ломались. Это то, что вам надо. Несмываемый кондиционер. А если вам нужны какие-то специфические продукты для головы, то это также есть у нас. Парни, Вайтамен – это моя компания, поэтому я стою за всем, что в ней происходит. Поэтому, если вам что-то не понравится, то мы вернем вам деньги. Но сперва попробуйте наши продукты и заметьте разницу. Ребята, мы проводим опрос среди наших зрителей, и это займет у вас меньше минуты. Ответьте всего на один вопрос в закрепленном комментарии. Будьте стильными и приятного просмотра. Третья ошибка – вы слишком грубые с вашими волосами. Вопрос. Сухие волосы или мокрые? Какие более уязвимы? Ответ. Вам надо быть аккуратнее с влажными волосами, потому что они намного легче повреждаются и ломаются, когда влажные. А что делают большинство парней? Мы берем полотенце и начинаем беспощадно тереть нашу голову. Серьезно, мы как будто стараемся отполировать нашу голову. Слишком грубая работа полотенца может повредить кутикулы. Это верхний слой наших волос, из-за чего они выглядят взъерошенными и пушатся. К тому же можно повредить скальп. Правильно просто промокнуть волосы. Четвертая ошибка – выбрать неправильный стиль для укладки. Есть пять типов волос. Первый – это тонкие прямые волосы. Их характеристика – они плоско лежат на голове. Далее – толстые прямые волосы. Более тяжелые, чем первый тип. Они более объемные. Далее идут кудрявые волнистые волосы. У этих волос есть паттерн, который повторяется после 3-5 сантиметров длины. Это мой тип волос. Далее – кудрявые волосы с завитушками. Это большие кудри длиной 2-3 сантиметра. Далее – кудрявые закрученные волосы. Они часто сплетаются в дреды. Стиль укладки для прямых тонких волос. Короткая прическа. Андеркат. Волосы на бок. Короткая взъерошенная. Приглаженная. Острые пики. Далее – стиль для толстых прямых волос. Пампадур. Начес. Прилизанный. На бок. Текстурная прическа. Далее – прически для волнистых волос. Текстурный начес. На бок. Зачес назад. Короткая стрижка. Беспорядочные волны. Далее – стиль для кудрявых. Хоккейная прическа. Выбритые бока с кудряшками. Пляжные кудри. Короткая стрижка. На бок. Стиль и причесок для заплетающихся волос. Под машинку. Гребешок. Короткая афра. Длинная афра. Длинные завитки. Пятая ошибка – использование неправильных продуктов для укладки. Парни, существует сотни опций касательно продуктов для укладки. Я помогу вам разобраться. В целом, все продукты для укладки разделены на четыре категории. Первая категория – это крепкая фиксация и малоблеска. В эту категорию входят глина, пудра, файбер и паста. Эти продукты подойдут тем, кто хочет, чтобы их волосы держались на месте. Вам не хочется, чтобы они разлетались и при этом, чтобы они не блестели, чтобы выглядело естественно. Далее категория номер два. Крепкая фиксация и сильный блеск. Сюда входит помадка, лак для волос, гель и воск. Вы хотите увлажнить свои волосы и не волноваться на их счет, чтобы они держались на своем месте. Если у вас средняя длина, то вам подойдут эти продукты. Если вам также хочется добавить блеска, если вы хотите создать более формальный вид, привлечь чуть больше внимания к волосам, то это отличный выбор. Далее третья категория – слабая фиксация и высокий блеск. Тоник-спрей, лак средней фиксации, сыворотка для волос и мусс. Как и прошлая категория, у этой сильный блеск. Почему это прикольно? Если вы хотите привлечь внимание к волосам, чтобы они выглядели более формально, то это для вас. А в чем же суть слабой фиксации? Дело в текстуре. Если вы хотите придать волосам больше объема, если у вас редкие волосы и вы не хотите, чтобы они лежали плоско на голове, то это подойдет. Они не придадут волосам строгой фиксации, но все же они будут их держать. Поэтому если у вас короткие волосы, то это может сработать. Четвертая категория – слабая фиксация и слабый блеск. Сюда входит текстурный спрей, текстурная пудра, лосьон и крем. Это подходит для того, чтобы никто и не понял, что вы чем-то пользуетесь, но при этом добавить объем. Может немного зафиксировать волосы, если они у вас не слишком длинные, но вы хотите придать волосам текстуру. Вы хотите, чтобы они держались на месте, но не намертво. Шестая ошибка – наносить слишком много средств. Серьезно, вы знаете, сколько надо наносить геля? Думаю, тут надо пробовать различные продукты и смотреть, как они ложатся на волосы и как все это выглядит. Как же понять, какой продукт подойдет? Сперва смотрим на длину волос. Если у вас короткие волосы до 5 см, я считаю, что количество примерно как монетка в 10 копеек будет достаточно. Если у вас средняя длина волос 5-10 см, то нормой будет примерно как монетка в 1 рубль. Если у вас длинные волосы больше 10 см, то это примерно как 5 рублей. Хорошо, у вас есть продукт. Как им пользоваться? Если это что-то типа мусса или крема, разотрите его несколько секунд в руках и затем нанесите равномерно на волосы. Более густые продукты, как файбер, надо хорошо растереть в руках около 10-15 секунд, чтобы нагреть, и затем нанести на волосы. Воск и помадки – от случая к случаю. Все зависит от продукта и бренда, но я также растираю в руках и наношу на волосы. И мне кажется, что их лучше наносить на чуть влажные волосы. Может, сразу после душа, так они равномерно распределятся по волосам. Но не надо наносить продукты на мокрые волосы. А если вы хотите, чтобы ваши волосы сильнее зафиксировались, то нанесите средства на сухие волосы. Чем суше волосы, тем лучше они впитают продукт и будут лучше держать форму. Седьмая ошибка – это неподходящая расческа для вашего типа волос и прически, которую вы хотите. Господа, форма вашей расчески, количество зубчиков, все это напрямую влияет на то, как у вас получится уложить волосы и какую прическу сделать. Объем и толщина – на все это влияет расческа. Не верите? Серьезно, те же самые волосы и тот же самый продукт. Одна расческа создает густой и объемный вид, другая – более приглаженный и утонченный стиль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok